Децентрализация в действии. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании в облгосадминистрации. В Запорожской области уже создано шесть объединенных территориальных громад. Составлен перспективный план развития. На грядущий год в нем запланировано благоустройство территории, ремонт дорог и объектов инфраструктуры и даже проведение интернета. Также продолжается консультация громад со специалистами Запорожского офиса реформы. Он будет работать до 25 декабря и при необходимости продолжит свою работу в дальнейшем. Сейчас его специалисты ведут переговоры с иностранными партнерами. Так, например, Запорожская область наряду с Днепропетровской и Харьковской вошла в пилотный проект, созданный одной из авторитетных международных организаций. Ожидается, что зарубежные партнеры смогут оказать нашему региону не только консультативную, но и финансовую поддержку. Проектом перспективного плана территорий громад Запорожской области предназначено формирование 60-90 территориальных громад вместо 299 существующих. Кабинет Министров Украины распоряженным от 16 вересня подтвердил перспективный план формирования территорий громад Запорожской области относительно 51 территориальных громад. 18 территориальных громад не были подтверждены Кабинетом Министров Украины, как такие, что не соответствуют методике формирования защищенных территориальных громад. Децентрализация по Запорожскому сегодня выглядит следующим образом. Это 6 территориальных громад объединенных, это 21 сельская рада, это 35, приблизительно 35 тысяч мешканцев. На сегодня в 18 территориальных громадах инициировано процесс объединения, в 30-ти отбывается процесс громадских слушаний, а также в 10-ти территориальных громадах мы имеем сгоду на объединение. 77 богатырей. В день вооруженных сил Украины на Хортице приняли присягу новобранцы спецподразделения «Сармат». Солдат срочной службы в «Сармате» готовили впервые. До конца декабря призывники продолжат подготовку в Запорожье, а после отправятся служить по всей Украине. Присягнуть на верность Украине на острове Хортице готовятся 77 призывников. Это солдаты срочной службы на базе спецподразделения «Сармат». Уже полтора месяца новобранцы готовятся к военной службе. Виталий из Одессы. В армию парень решил идти сам, не дожидаясь повестки. Я хотел пойти как доброволец в зону АТО, но, на жаль, не смог, потому что не проходив службу до этого строковую, у меня не было досвиду, и мне запропонували пойти на строковую службу. О военном будущем задумался только после революции достоинства, признается парень. Теперь готовится стать солдатом контрактной армии. Хортицу как место для принятия присяги выбрали не случайно. Остров давно считается местом воинской славы. На службу парней пришли провести родные и близкие. Многие приехали с других областей. Мы с Кировгородской области провожаем в армию своего сына, шкафера Дмитрия Валерьевича. Гордимся сильно. Дмитрий говорит, трудностей воинской службы не боится. Считает себя хорошо подготовленным. Полтора месяца мы уже здесь по усиленной подготовке. За полтора месяца мы прошли курс, тот, что положено, три месяца, а то и четыре. Проходило обучение спортивной подготовки, боевой подготовки, огневой подготовки. После присяги солдаты отправятся в расположение спецподразделения «Сармат», где будут находиться до конца декабря. Потом разъедутся в зональные отделы, будут выполнять обязанности патрульных и конвоиров. Екатерина Свириденко, Константин Грушко, ТВ5. Тепло в подарок. Благотворительный фонд «Сантис» провел очередную акцию в помощь вынужденным переселенцам из зоны АТО. На сей раз нуждающимся выдавали так называемые «зимние наборы», в которые входят белье, одеяло и обогреватели. Больше знает Евгения Али. Елена проживает в Запорожье с двумя детьми. Переехали сюда в феврале прошлого года. Говорит, ранее уже обращалась в благотворительный фонд. Тогда ей предоставили все необходимые средства и продукты питания. Мы сегодня в «Сантисе» пришли получить одеяло, потому что мы снимаем квартиру, сейчас все так дорого. Мы не в состоянии купить себе что-либо новое. Поэтому большое спасибо фонду, что есть такие организации у нас, что помогают переселенцам. Благотворительный фонд «Сантис» работает на протяжении 20 лет. Сейчас целевая аудитория – вынужденные переселенцы из Донецка и Луганской областей и многодетные семьи. Сегодня они могут получить комплект постельного белья, подушки, одеяла и обогреватели. Стандартный зимний набор. За таким комплектом пришла и Елена. Женщина говорит, на данный момент их семья не может купить все необходимое. Мы здесь уже получали детские наборы, тоже очень хорошие. Это тоже очень много, потому что маленькие детки кушать хотят. Посуду нам давали, сковородки, кастрюли. И вот сейчас обогреватели. Одеяло, чтобы детвора наши не мерзла. Подобные акции проводят раз в три месяца. Благотворительный фонд обращается более сотни человек в день. Финансирует проект «Венгерская экуменическая служба помощи». До звонков до сотни семей звонят в день. Мы их всех записываем, эту информацию систематизируем, подаем списки нашим спонсорам, которые уже потом принимают решение, в каком количестве они могут и каким категориям населения, семей они могут оказать помощь и в каком виде. Чтобы не создавать очередь, Сантис решил разбить акцию на три дня. Сегодня более 20 семей получат гуманитарную помощь. Первую партию товара выдали в январе 2015 года. Елена верит, что больше ей не придется скитаться. Вскоре надеется вернуться домой. Мы были в прошлом году, потом уезжали домой. А в связи с возобновившимися военными действиями мы в феврале с детками, всей семьей с детками, бабушка, сестра с детками, мы все вернулись обратно сюда. Сегодня Сантис поедет оказывать гуманитарную помощь в Бердянск. В общей сложности зимний набор получат 47 и 15 домов семейного типа. Евгения Ли, Игорь Бахиркин, ТВ5. Ориентир на позитив. К Международному дню инвалидов ДК Металлургов прошел концерт. Свою программу представили воспитанники школы для слабовидящих детей «Ориентир». Побывала на празднике и наша съемочная группа. Оксана Родикова учится в школе-интернате «Ориентир» с третьего класса. На мероприятии девочка будет участвовать в постановке. Актерским мастерством Оксана увлекается с седьмого класса. Перед выходом на сцену школьница рассказала нам о нововведениях в интернате. В этом году у нас ввели курс массажа. Мы прошли уже три месяца и очень нравится. Уже началась практика. Мы берем младших деток и на них отрабатываем приемы. У нас есть только парикмахерская. Но если в прошлом году это был как обязательный предмет и мы получали сертификат, то сейчас это кружок по желанию. Сегодня Оксане досталась роль учительницы, которая проводит родительское собрание. Посмотреть на ребят пришли и родственники учеников. Среди них и Александра Якименко. Оба ее сына имеют проблемы со зрением и учатся в интернате. Здесь детки получают профилактическое лечение для глазок. То есть получают витамины. Здесь очень хорошее питание для деток. То есть мои дети в восторге. Питание, как в ресторане. Всего на сцену вышли более сотни школьников. В программе мероприятия танцы, сценки, песни и хор. Выступали номинанты областных, всеукраинских и международных творческих конкурсов. Праздник помог организовать комбинат «Запорожсталь». «Запорожсталь» нас поддерживает не ко дню инвалида или к дню первого последнего звонка. Это тот комбинат, который нас поддерживает постоянно. И вы знаете, вот думаю, хочу, могу, нужно к кому обратиться. Естественно, первая мысль, я обращаюсь в комбинат. И вы знаете, вот за пять лет я нет не услышала. Благодаря поддержке комбината «Запорожсталь» в интернате «Ориентир» появился социальный городок. Спортивная площадка, были установлены ограждения. Комбинат активно содействует в организации быта и праздников для ребят с особыми потребностями. Они помогают нам, дают свою жизнеутверждающую силу и настроение. Потому что вот мы видим, как подготовились детки к сегодняшнему мероприятию. И это действительно показывает и дает силы нам, взрослым, двигаться вперед. И поэтому мы с удовольствием будем продолжать подобные мероприятия. Станислав Печурин, Руслан Шевченко, ТВ5. Пешком к здоровью. В пологах всем желающим рассказали и показали, как правильно ходить, чтобы быть здоровым. Эта методика предназначена для поддержки физической формы и укрепления здоровья. Весь секрет в правильных движениях всего тела. Подробности у Катерины Шапки. Нам нужно будет правильно поставить ноги, правильно двигать руками. И суть этого, конечно же, ей стоит поучиться. Это кажется просто, но с тем же нужно учиться этому. Да недавно Виктория и сама ничего не знала об оздоровительной ходьбе. Женщина-инструктор йоги. О методике правильной ходьбы узнала от мамы и съездила на специальные курсы. Оздоровительной ходьбой занимаются во многих городах Украины. Цель Виктории – привлечь к этому и пологовцев. Не только для своих родителей, но также для моих знакомых, которые нуждаются в этом. Потому что, если мы посмотрим, то у нас поликлиника переполнена, да, а мы ничего не знаем о том, что есть какая-нибудь группа здоровья, где есть приятное общение, где изучается правильное движение, где есть возможность помочь себе. Оздоровительная ходьба, уверена, женщина – самый доступный вид спорта. Никаких медицинских ограничений. Такая методика предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, держит тело в тонусе, помогает улучшить кровообращение и сбросить лишние килограммы. Каждый шаг включает в это движение почти 300 мышц. И это большой плюс. Благодаря этому улучшается обмен веществ, наше тело, оно укрепляется, то есть вырабатывается некая выносливость. Определённые движения руками, допустим, да, какие-то взмахи, которые позволяют приподнимать корпус, приподнимать таз. И ноги совершают правильное движение. Правильная ходьба – это движение всех частей тела. Должны быть задействованы руки, ноги, плечи и таз. Тогда происходит своеобразный массаж внутренних органов. Перед началом занятий обязательно разминка. Для новичков будет достаточно 20-30 минут такой ходьбы. Главное – свежий воздух и ровная поверхность. Лучше всего заниматься в группе. Это эффективнее, говорит Виктория. Она призывает пологовцев организовать группу оздоровительной ходьбы. Если нет возможности где-то заниматься специально, то раз в неделю всегда можно найти время для того, чтобы походить, поучиться чему-то новому, пообщаться с приятными людьми и настроиться на здоровье. Бесплатно попробовать что-то сделать для себя, для своих близких. Возможно, не сам человек, а может быть, его пожилые родители нуждаются в этом. И можно приобщить их хотя бы к такому виду движений. И тогда дети будут спокойнее, что родители хотя бы могут заниматься собой. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ5. Традиция длиною в 20 лет. В Бердянске стартовали Дни польской культуры. Торжественное открытие состоялось в местном художественном музее. Нынешние мероприятия посвящены теме национальной толерантности. Программу Дней культуры открыла лекция о жизни и творчестве польского художника Генриха Семирасского. Также бердянцев порадуют выставкой учебников польского языка, круглым столом по вопросам национальных меньшинств, презентации книги «Поляки Бердянска» и фотоэкспозиции о поляках, которые живут на берегу Босфора. И это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Ремонт полным ходом или дороги, как лицо города. Проверено на себе ведущий программы «Утро» Стэвы 5 собирается отказаться от очков. Баскетбольный клуб «Хортится». Игра есть, теперь дело за результатом. Он самый популярный актер в мире, который так и не получил Оскар, но в свои 40 лет он уже стал легендой мирового кино. Леонардо Ди Каприо в программе «Голливудские истории» сразу после выпуска новостей. И напоминаю, все актуальные новости из-за прочей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok